Всех приветствую на канале CutCode. Мы продолжаем гайд по тестам в Laravel. В предыдущей части мы поняли основную суть тестов и разобрались в HTTP тестах. Стало ясно, что суть тестов проверить правильно ли ведет себя наше приложение, спросив у него что генерирует проект и сравнив с тем что мы ожидаем. А сегодня мы рассмотрим остальные разделы тестирования и начнем с тестов базы данных. Мы уже рассматривали с вами этот раздел в гайде по фабрикам и сидам и я настоятельно рекомендую начать с него прежде чем смотреть этот урок. Я скажу вам больше, если мы взглянем на документацию то фабрики и сиды это 95 процентов всего этого раздела и совсем немного про методы для удобства проверки данных в базе вот здесь. Как видим совсем немного. Но друзья это не снижает важность подобных тестов и сегодня мы рассмотрим пару методов, но уделим особое внимание главным ошибкам новичков. Хочу начать с самой базы данных и с чем крайне часто сталкиваются новички и их это вгоняет в панику. Во-первых вы помните, что в первом уроке мы создали отдельную базу для тестов и объявили к ней подключение в env файле вот здесь. Частое явление когда разработчик только знакомится с тестами оставляет одну единую базу и не понимает почему она чистится при тестах либо наполняется странными данными. Мы с вами уже поняли что база используется та что мы указали и действия с ней происходят вполне реальные. Да и самое страшное это когда сразу добавляют trade refresh database как здесь и перед деплоем в продакшн чистят боевую базу. Все это случается крайне часто у новичков и я это не придумал. Давайте сперва разберем как раз этот важный trade refresh database. Зачем он нам собственно нужен? Смотрите у нас есть тесты из предыдущего урока, скажем тест на показ пользователя, тест API и здесь мы создавали пользователя с определенным ID. Давайте еще раз запустим тесты и мы увидим что они у нас не прошли и у нас в данном случае будет ошибка так как уже ID 10 есть в базе. Мы его в предыдущих тестах создавали снова проверяем он у нас есть он у нас не создается тесты проваливаются. Как нам быть нам все-таки нужно именно так работать нам необходимо проверять количество записей в какой-либо определенной таблице и нам нужно каждый раз при выполнении тестов таблицу подчищать. Вот как раз для этих целей нам и необходим trade use refresh database. Точнее refresh database. Давайте его подключим и после этого запустив тесты у нас уже не будет никаких ошибок и второй тест show также будет пройден, так как до этого база очистилась до выполнения тестов и позже мы создали пользователя ID 10, проверили и все у нас было хорошо. Друзья, у кого-то из вас сейчас возник вопрос, а как же сиды которые необходимы моему приложению и также необходимы при тестах? Они же будут очищаться, у нас будет пустая база, пустые таблицы и некоторые моменты в тестах не будут работать. Но для этого можно перейти в класс test case и здесь добавить свойства сид и значение true. После этого при рефреше также будут накатываться и сиды. Возвращаясь к тестам мы уже и в предыдущей части с вами затрагивали раздел тестирования базы. Уже создавали пользователя вот скажем здесь с помощью фабрики и проверяли что он у нас действительно есть в базе и имеет правильные данные. Давайте продолжим в рамках тестов API и добавим два тест метода на удаление пользователя и добавление. Потестируем базу и воспользуемся парой удобных методов из документации Laravel. Еще раз взглянем на API ресурс контроллер и здесь нам потребуется два метода. Метод store, где мы будем добавлять пользователя. Здесь у нас все просто и ничего общего с реальностью он не имеет. Накидан специально для нашего урока. И также метод destroy, который удаляет пользователя и здесь совсем все просто. Давайте вернемся в наш API тест. Здесь мы продолжим. Я уже набросал эти тестовые методы на добавление нового пользователя и на удаление. И как раз рассмотрим несколько методов, которые нам добавляют удобства в тестирование из документации Laravel. Итак, что у нас здесь происходит? Здесь у нас опять http-тесты. Мы отправляем пост-запрос. На сохранение нам необходим именно пост-запрос и отправляем данные, какого именно пользователя нам нужно сохранить. То есть здесь мы будем его сохранять. А в ответе у нас API вернет как раз созданного пользователя. И мы сможем опять же проверить, что у нас name будет равен данилу. И далее проверим, что у нас в базе есть запись. Она у нас будет в количестве одной записи. И также проверим, что у нас в этой таблице есть запись. И данные совпадают с теми, что мы добавляли ранее. И метод на удаление. У нас практически все то же самое. Мы опять создаем пользователя id10 danil. Проверяем, что у нас есть в базе по id. И далее опять http-запросом, методом delete. мы удаляем этого пользователя. И assert database missing. Проверяем, что у нас этого пользователя id10 больше нет. Давайте запустим тесты и проверим, так ли это. Окей, видим, что все четыре теста пройдены и на добавление и на удаление. То есть мы проверили, что у нас все хорошо. У нас отправляется запрос к API. На стороне API создается пользователь. Мы проверяем, что он действительно есть и в ответе и в базе данных. И то же самое у нас в методе на удаление. То есть, друзья, опять-таки мы проверили поведение нашего приложения. Что оно работает и именно так, как должно. У нас API, прежде чем сохранить данные в базе, могло трансформировать какие-либо поля. Также у eloquent модели могли быть мутаторы, изменяющие данные. Все это также мы бы проверили в рамках тестов, в различных методах и классах. И если мы заглянем опять в эти удобные методы, которые мы здесь по базе данных рассматривали, скажем, assert database has, то мы опять увидим тот же самый asserted. То же самое будет и в assert database missing. Все у нас то же самое. И это в очередной раз покажет, что нет смысла изучать каждый метод. И то же самое мы могли бы проверить с помощью метода assert equals. Давайте перейдем к следующему разделу по тестам документации, а именно к тестам консольных Artisan Command. Я их крайне часто использую в своих проектах и особенно для тестовых данных, если нужно что-то быстро создать. Вы, если плохо знакомы с консольными командами, то обязательно дайте знать в комментариях и я сделаю и на эту тему небольшой гайд. Возвращаясь к тестам, консольные команды очень просто можно тестировать и давайте в этом убедимся. Я набросал простейшую команду с названием user make, которая будет создавать пользователя в базе. Начнем мы с пустой команды, которая просто всегда отдает 0 в ответе, то есть success, а success у нас в случае с Artisan Command это 0, в случае ошибки 1. Возвращаемся и давайте напишем, создадим новый класс, тестовый класс для тестирования этой команды. Make test и пусть будет command test. Отлично создан, давайте в него перейдем. Здесь базовый скелет изменим, напишем тест make user и здесь проверим. От this, далее метод artisan, наименование команды, которую мы оказали здесь, сигнатур, user make и и далее проверяем, что именно проверим, что у нас все хорошо, что у нас success в ответе. ОК. И давайте вызовем тест, заодно вызовем с опцией filter php artisan test, добавим фильтр, укажем наименование класса command test, тем самым мы не будем вызывать API тесты, а вызовем только тесты класса command test. ОК. И видим, что у нас все хорошо, у нас тест пройден. Если мы в команде изменим success на failure, ошибка и вернемся и запустим, то у нас уже будет здесь в тестах ошибка, так как мы ожидаем статус код 0, но пришла единица. Давайте доработаем нашу команду, чтобы она все-таки создавала пользователя. Добавим здесь вопрос, который будет у нас забирать email. This. Ask. Email. И далее будем создавать пользователя. User. Давайте через фабрику. создадим. И email будет у нас тот, который мы ввели в консоли. Отлично. Давайте вернемся к нашему классу по тестированию. И здесь добавим еще один метод. Expect question. То есть мы ожидаем от нашей artisan команды в первую очередь вопроса. Какого именно мы указываем первым параметром email. И что именно мы ответим в процессе тестирования. Давайте укажем email test.sobaka.example.com. Отлично. После чего у нас должен создаться пользователь и прийти ответ, что все хорошо. И нам нужно проверить уже после тестов с partisan командой. Уже воспользуемся тестами базы данных. This. Database has. Таблица. Users. И в ней должен присутствовать email, который мы указали в команде. Вот так просто. В этом случае нам будет этого достаточно. Давайте снова запустим тесты. Только command test. И видим, что у нас здесь все хорошо. То есть у нас и вопрос был, если мы здесь изменим на какой-либо другой, то у нас уже будет ошибка. Такого вопроса не было. И тесты наши обломаются. Друзья, в документации также присутствует огромный раздел с тестами браузера, где мы эмулируем работу браузера с использованием пакета Laravel Dusk, который входит в экосистему Laravel. И проверяем нашу фронтенд часть на правильное поведение. Это огромный раздел, и мы не будем его рассматривать в рамках этого гайда. Но пишите в комментариях, если желающих будет много, то в будущем также рассмотрим и Laravel Dusk. Возможно, кого-то из вас разочарую, но мог раздел также в рамках этого гайда освещаться не будет. Я объясню почему, но коротко расскажу, что он из себя представляет. Здесь мы что-либо имитируем, скажем, тестим контроллер, который также должен вызвать ряд ивентов или джобов. Реальные процессы выполнения в тестах нам не нужны, но мы можем их симулировать и проверить также на правильное поведение. Почему я решил не рассматривать их в этом гайде? В целом, по той же причине, что и Dusk. Хочу вынести их в отдельный урок. Но мне кажется, стоит сделать курс по тестам с реальным проектом, который нам предстоит тестировать, и заодно там нам потребуется раздел с симулированием ивентов, отправки писем и прочего. И как раз все это подробно рассмотреть. Что думаете об этом? Напишите в комментариях, нужен ли такой курс, или все и так понятно. Ну и скажем так, бонусом, давайте бегло пробежимся по тест тестам и тестам пакетов. Итак, что такое тест тесты? В чем их особенность, и зачем они нам? Давайте для начала их создадим. Тут все то же самое, только необходимо добавить опцию PEST. PHP Artisan Make Test. Пусть это будет PEST Test. И опция, что это у нас PEST тесты. Окей, выполняем. Видим, что тест создан. Вот у нас в директории также future. Только заглянув внутрь, мы сразу замечаем, что это не класс, и здесь тесты строятся на функциях. Тело функции точно такое же, как и в методе стандартного тест класса. А одна из особенностей — это наименование, где мы можем указать, что делает тест на понятном нам языке. Вот здесь у нас не просто метод, а мы можем писать тест делает то-то и то-то. Во всем остальном, как видите, изменился только подход. Суть не меняется никак. Лично я пока PEST не использую, и мне вполне хватает стандартных тестов, и я считаю их удобными. Ну и в целом PEST тесты пока не мейнстрим. Можете использовать, если вам нравится, но решать исключительно только вам. Друзья, также напоследок хочу поделиться с вами опытом тестирования разработанных вами пакетов. Думаю, вы сталкивались с вопросом, как тестировать такие пакеты, если им требуется сам Laravel Framework, который будет запущен с доступом к конфигам и всем остальным хелперам и фасадам. Изначально без самого Laravel здесь возникнут сложности. Но есть удобный и приятный пакет, который называется ОКЕСТРА, с помощью которого у нас будет бутиться Laravel и мы сможем выполнять все необходимые тесты. Интегрировать пакет крайне просто. Нужно просто наследовать тест кейс не от PHPUnit, а от ОКЕСТРА пакета. И здесь уже, давайте перейдем в него, вот он здесь, тест кейс из ОКЕСТРА. И здесь уже вносить настройки, если требуется, указывая, будем ли мы работать с вьюхами, тестировать вьюхи и какой сервис провайдер нужно также подгрузить. На этом все, друзья. Вот такой интересный и большой гайд получился. Обязательно пишите комментарии и мы в будущем пройдемся по различным кейсам в рамках тестов. Ну и в любом случае еще не раз к ним вернемся. Также жду комментарий о большом курсе с реальным проектом и с вашими вопросами, так как мы прошлись поверхностно и еще многое будем освещать, да хотя бы в тех же рубриках плохой хороший код или для тех, кто не знал. Благодарю вас за лайк, который вы только что поставили и за то, что подписались на канал. Теперь вы не пропустите полезный материал. Также обязательно загляните в описание за всеми полезными ссылками. Благодарю вас за просмотр. Увидимся на канале КатКод.